Тяжело в учении и легко в строительстве. Во Львове курсанты Академии Сухопутных Войск вместо пар ремонтируют квартиру руководства ВУЗа. Кто заставил студентов работать и что им грозит в случае отказа, знает Галина Якушко. За этой дверью идет ремонт. Пятеро парней в рабочей форме с валиками и шпателями сидят на стройматериалах. По квартире разбросана военная форма. На ней шевроны Академии Сухопутных Войск. Молодые люди сознаются, они курсанты. Вы курсанты Академии Сухопутных Войск? Да. С какого курса? С другого курса. Проживаете где? Проживаете в гуртожитке, да? На территории Академии Сухопутных Войск, да? Квартира на третьем этаже старого дома, недалеко от центра. Площадь не менее 100 квадратов. Соседи открыто говорить боятся. Не на камеру рассказали. Последние две недели курсанты приходили регулярно. Причем целыми группами шумели, носили стройматериалы. Со вчерашнего дня их здесь не видели. Попасть в квартиру нам не удалось. Кому принадлежит жилье, соседи не знают. Квартиру выкупили два года назад. С тех пор там никто не появлялся. Впрочем, автору нашумевшего видео удалось узнать, кто хозяин. Это квартира заинтересована на одного из высокопосадовцев, академика в области радиочастот, по-моему, так. Эта информация сейчас уточняется, но передняя она вот такая, что это человек, который мог бы иметь непосредственное отношение до научного процесса этого заклада. Военные эту информацию опровергают. Говорят, курсанты проходили практику на одном из автотранспортных предприятий Львова. Там неизвестный мужчина предложил подзаработать. За день платил по 300 гривен. Это почти месячная стипендия. В АТП нам рассказали, что действительно приняли на практику 14 человек. В первый день провели инструктаж, а уже на следующий часть студентов отсутствовала. Сейчас служба правопорядка вооруженных сил проводит проверку. Результаты передадут в военную прокуратуру. Но пока куратору практики грозит выговор, а студентам поучительная беседа. Галина Икошка, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов.